Так много молятся. Вы берёте посты, вы берёте молитвы, вы так много молитесь, что прямо, если бы собрать все дни, все часы и все слова, которые вы сказали, это на годы бы растянулось. Но ваша жизнь не меняется. В вашу комнату, в ваш дом не приходит Господь. Вы не чувствуете Его, вы не слышите Его, вы не видите Его. Вы как глухой и слепой инвалид. Ну почему так происходит? Открываю тебе тайну. Это тайна духовного мира. Первое. Атмосфера. У тебя нет атмосферы. Послушай, Бог никогда не придёт в твою комнату, пока в твоей комнате нет атмосферы. Атмосферу притягивает музыка. Найди самую лучшую композицию, которая славит Бога. Музыку, песню, которая тебе по душе, которая затрагивает твоё нутро и твоё сердце. И начинай Ему поклоняться. Представь, что Он рядом. Прямо вот здесь, вот прям, 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 возле тебя, с правой стороны. И Он прямо возле тебя. И Он хочет решить все твои проблемы. И Он хочет быть твоим лучшим другом. И входи в эту атмосферу. Погружайся в неё. Глубоко. 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 Погружайся в атмосферу Духа Святого. И тогда Он придёт. Атмосфера – это сила. Атмосфера – это характер. Это естество Бога в славе, крови и огне. Ты знаешь, что атмосфера, что Бог вообще, физически, как Дух, в твою комнату не приходит. Он приходит в славе, крови и огне. Ха. Кровь – это кровь Иисуса Христа. Если не приходит Бог, ляжь в ванную. В своём голове, в своих образах. Ляжь в ванную. Представь, что эта ванна покрыта кровью Христа. И утони в этой ванне. Пусть твои лёгкие, они захлебнутся кровью Христа. И Он не может не прийти, когда этот образ в твоей голове. Зайди в печь, горящий огнём в тысячи градусов. И это огонь Духа Святого. Он не может не прийти, если ты будешь в Его огне, в образах и голове. Представь, что слава Отца, вся с третьего неба спускается прямо к тебе домой. Он не может не прийти, когда слава Его приходит. А всё происходит в твоей бога-ла-бе. Потому что именно твоя голова – это язык твоего Духа Святого. Образы в твоей голове и чувства твоего сердца. Когда чувство твоего сердца подключается к твоей разумной голове, происходит чудо. Приходит Бог. Это вещи, которые притягивают самого Бога к тебе домой. Атмосфера приносит силу. Когда пришла слава, присутствие будет таким мощным. Бог сам не приходит. Он приходит через своё присутствие на земле. А когда придёт присутствие, твоя жизнь поменяется полностью и целиком. Он – вечный генератор, который есть на третьем небе. Он ждёт не только, чтобы ты притянул его к себе. Он ждёт, чтобы ты приходил к нему в Духе на третьем небе. Ты скажешь, подожди, ну ты чё? Ты хочешь сказать, что мне ещё рано умирать, я хочу здесь пожить? А кто же сказал умирать? Написано, что мы посажены с Христом на престоле Его. Иисус – Царь. Его престол на третьем небе. Поэтому мы в Духе можем туда попадать. Каждый Божий день. О, а как туда попадать? Ну, закрой ты хоть раз в жизни глаза. И представь. Погрузись в атмосферу Духа Святого. Погрузись и поднимись на третье небо. Войди в Его храм. И ты увидишь там такое, что ты ещё никогда не видел. Не хочешь пойти к Нему? Ты хочешь, чтобы Он пришёл к тебе? Создай свой мир. Мир твой с Духом Святым. Я каждый день хожу с Ним на берегу океана. И Он мне такие тайны рассказывает. Он мне такие тайны рассказывает. Оу. Он решает все мои проблемы. Все. Субтитры делал DimaTorzok